МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Фабрика новостей». Вечером в пятницу мы говорим о том, что произошло на неделе. Каждый день складывается из разных фрагментов деталей нашей жизни и жизни региона. Здесь, на «Фабрике новостей», мы собираем эти детали вместе и смотрим, что получилось в итоге. Меня зовут Антон Петрович. Сегодня пятница, 2 апреля. Вот о чём мы поговорим этим вечером с вами и с нашими экспертами. Чёрный снег Охотска. Уже 7 лет отдалённый посёлок засыпает угольная зола из местной котельной. Как и за чей счёт можно очистить побережье? Если пациент не идёт к доктору, то доктор придёт сам. Прививки от коронавируса теперь можно сделать, не выходя из дома. Кому доступна новая услуга? Всё своё вожу с собой. Скорая в посёлке Ильбан прославилась на всю страну. Больные врачи вместе дышали бензином. Кого наказал Краевой Минздрав? У любого дома есть хозяин. Краевые власти намерены познакомить владельцев долгостроев с прокуратурой. Трубу перекрыли. В нефтепроводе АХ Комсомольск ничего не осталось. История утечек в расследовании программы. А у нас в районе газ. Месторождение голубого топлива начнут разрабатывать в Хабаровском крае уже в этом году. Где находятся залежи и что скажут об этом люди? Летние лагеря этим летом работать будут, но ограничения останутся. Что можно, а что нельзя во время детского отдыха, во времена пандемии? Развивающая обратная связь. Хабаровских пенсионеров хотели научить правильно и долго жить. Но не тут-то было. Как оказалось, долголетие пожилых людей не очень волнует. Немного богаче мы стали на этой неделе. В среду Краевая Дума приняла поправки в бюджет. Статья «Доходы» выросла на 6 миллиардов 800 миллионов рублей. 4 миллиарда из них – это поступления из федерального бюджета. Но в них, например, есть деньги, которые Москва выделила по программе модернизации первичного звена здравоохранения. А оставшаяся часть 2 миллиарда 778 миллионов рублей – это дополнительные собственные доходы. На них приверстки бюджета на этот год финансисты не рассчитывали. Откуда взялись вот эти самые дополнительные доходы? Вот как эту историю объяснили в Краевом Минфине. Бюджет на 2021 год начали верстать в середине прошлого года. Ну, это обычная история. Но это был самый разгар пандемии. Только что закончился локдаун. В общем, все было плохо. Прогноз по доходам был, ну, такой, не самый хороший. Тем не менее, он не оправдался. Уже в этом году налоговые сборы начали расти. Причем основная сумма пришлась на налог на прибыль и на налог на доходы физических лиц. В связи с этим эксперты поспешили заявить, это говорит о том, что экономика региона начала восстанавливаться. Дополнительные доходы пойдут в том числе на здравоохранение, на жилищное строительство и на развитие транспортной системы Хабаровского края. Поправки в бюджет были приняты 31 марта, а 1 апреля в Хабаровском крае началась климатическая весна. Так говорят синоптики, с чем я вас искренне поздравляю. Ну, жители центра региона приход весны уже ощутили, а вот жители севера его еще только ждут. Например, в Охотске сейчас минус 10, минус 12. Там люди к этому привычны, их смущает другое. Черный снег – это такая охотская фишка. Ну, даже можно сказать, почти туристическая достопримечательность. Правда, дело не в каком-то уникальном явлении, а в котельной, которая стоит посреди населенного пункта. Жалобы на залу и угольную пыль жители приморского поселка присылают к нам в редакцию уже несколько лет. Сама же котельная была запущена еще в 2013 году, тогда же и начала коптить. Казалось бы, ну чего там, ну черный снег, ну и что? Ну вот давайте начнем с быта. Детям на улице не поиграть, белье не посушить. Оно моментально черное становится, так же, как, впрочем, и дети. Далее. Дом стоит в зоне пятна, следовательно, добро пожаловать к офтальмологу. Вы становитесь его постоянным клиентом. Да и другие врачи вас начинают узнавать в лицо. На этой неделе черный снег Охотска вновь обсуждали на уровне краевого правительства, на уровне районных властей. Об этом мне рассказал мой коллега, главный редактор газеты «Охотская и Венская правда» Александр Гордиенко. Он у нас на связи. Александр Григорьевич, добрый вечер. Ну вот для начала скажите, черный снег – это проблема всего поселка или это какая-то локальная история? Ну нет, конечно же, не всей территории поселка. Это касается именно того сектора, откуда дуют северные преобладающие северные ветра в зимний период, в отопительный период. Такой сектор в конечном шлейфе своем, ну, где-то, наверное, растянется метров на 500. Да, вот смотрите, Охотская котельная, ну, насколько я знаю, не единственная угольная котельная в крае. Сообщений о чем-то подобном из других районов я, честно говоря, не припомню. В чем, собственно, проблема? Это какой-то технический дефект? Может, уголь какой-то неправильный завозят? Что скажете? Я, конечно, не специалист, но я вижу два источника загрязнения. Первый источник загрязнения – это выбросы в атмосферу при шлако-золоизвлечении. Погрузка золы ведется погрузчиком, а так как у нас ветра сильные, в любом месте, безветренной погоды практически не бывает, то вот эти все легкие фракции, а это зола очень легкая, у нее шлак в нашем угле, шлак не образуется при сжигании нашего угля. А зола – это легкая фракция, которая разлетается легким донамением ветра. Второй источник загрязняет, на мой взгляд. Это основная вытяжная труба котельной. Некоторые утверждают, профессионалы, что следовало бы поднять высоту трубы котельной, снизить мощность вытяжных насосов и установить фильтры на трубах. И вот по их мнению, кажется, что проблема бы решилась, ну, если не полностью, то она бы не стояла так остро. Хорошо, ну а в принципе есть выход из создавшейся ситуации, ну так говоря лирикой, выражаясь лирически, там, свет в конце тоннеля? Вопрос о решении или переноса, или принятия мер поставлен перед теплоэнергосервисом в Министерстве ЖКХ Края. На совещании в феврале в Министерстве Края был поставлен вопрос о прекращении, исключении выбросов загрязняющих веществ от работающей котельной номер 17,5 в Охотске. Вот теплоэнергосервиса потребовали информацию. Или же вы предоставите эффективные меры по давлению вот этого загрязнения и по улавливанию выбросов, исключению выбросов. Или же будет ставиться вопрос о переносе котельной. Но теплоэнергосервис ограничился только реконструкцией конвейера, шлака, золоизвлечения. А также сказал, если это не дает должных мер, на которые надеется и руководство района, и население района, то он готов к переносу котельной. Да, Александр Григорьевич, я насколько понимаю, это дело не простое и не быстрое. Там разрешение отвод земли, проект, экспертиза, само строительство, перенос сетей. Я, по-моему, ничего не забыл. Что скажете? Да, да, да. Это же не телегу переставить. А это надо перенести в такой мощный объект, плюс его еще протянуть теплотрассы от него до существующих теплотрасс. Потом отрегулировать, естественно, подачу давления и так дальше в системе, ведущей к домам. Да, Александр Григорьевич, спасибо за подробности. У нас на связи был мой коллега, главный редактор газеты «Охотская и Венская правда» Александр Гордиенко. Ну вот давайте теперь коротко пройдемся по другим деталям этой недели. 1 апреля в Хабаровском крае начался весенний призыв. Он продлится до 15 июня. Из Хабаровска в армию этой весной отправятся 650 новобранцев. Призыв, как и в прошлом году, проходит с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Ну вот, например, по прибытию в части новобранцы отправятся на двухнедельный карантин. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что военкомам сейчас попроще. В прошлом году собеседование с призывниками проводили по телефону и видеосвязи. Этой весной встречи с военной комиссией очные. Что касается борьбы с коронавирусом, то на этой неделе было объявлено о том, что прививку от COVID-19 пожилым людям и инвалидам будут ставить на дому. Уже в четверг такая форма вакцинации начала работать. Записаться на домашний прием можно по телефону. Нужно звонить в поликлинику по месту жительства. Процедура занимает примерно полчаса. Пока на домашнюю прививку выезжают только врачи десятой городской больницы. Той самой десяточки. Но скоро к работе будут подключаться бригады из других медицинских учреждений. Как сказали в Краевом Минздраве, вакцинация на дому будет проводиться до тех пор, пока на эту услугу будет спрос. Тему вакцинации продолжит наш обозреватель Олег Крючок. Впрочем, его субъективный взгляд прошелся по разным деталям жизни региона. Вы знаете, кто про что, а я по-прежнему про Народный совет, который состоялся в прошедшее воскресенье. Понятно, решений и разговоров там было много, вполне дельных бесед. И мои коллеги рассказывали во всех наших программах подробности. Наверняка еще будут рассказывать. Но я бы из всех разговоров и из этого заседания вынес бы всего два пункта касательно действий и слов Михаила Дегтярева. Во-первых, мне очень понравился, это почти лозунг, понравились слова Михаила Дегтярева. Власть должна лечить, учить и защищать. Действительно, этим все исчерпывается. И вторые слова, второе выступление Михаила Дегтярева. Он сказал, надо прекратить говорить надо. И это тоже очень важно, поскольку действительно мы заходимся вот в этих наших обещаниях, в том, что надо, 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 и врезать ничего не получается. Как говорили у нас в армии, бери лопатой побольше и кидай подальше. Краевая дума утвердила доходы краевого бюджета. У нас почти на 7 миллиардов больше, и эти деньги пойдут на первичное звено медицины, на развитие. И на компенсацию потерь пострадавших дольщиков в строительстве домов. Это тоже очень важно. И хорошо бы состоялось все в этом году и как можно побыстрее, потому что людей жалко. Про культуру традиционно. Вы знаете, памятник Ерофею Хабарову, оказывается, дал трещину. И вот-вот наш Ерофей покатится по чердымовке, теряя шапку и, наверное, части от своего тела. И это, конечно, очень печально, хотя вот я сейчас говорю какие-то макабрические вещи. Вот можно на две вещи смотреть безостановочно. Это на то, как горит огонь, и на то, как ведомства перекладывают ответственность друг на друга. Это не мое, это не я, это не наше. И в результате единственный памятник в Хабаровске, фактически единственный памятник в Хабаровске, наша знаковая точка, наш вообще знак семиотический вот в этом пространстве культурном и политическом и экономическом России, вот-вот рухнет. Видимо, дело дойдет до того, что Михаил Дегтярев достанет свой пулемет и устроит перекличку на первый-второй рассчитайся. В былые времена, конечно, уже пионеры бы замазывали, председатель райисполкома или райкома личным мастерком тоже бы там что-нибудь делал, если, конечно, он не хотел бы поехать руководить стройкой перспективного свинокомплекса в Читинскую область. Ну и о хорошем. Хабаровчанин в космосе. Петр Дубров, выпускник ТОГО, заявлен бортинженером в следующую космическую экспедицию. Это, конечно, очень замечательно, и этим можно только гордиться. Хабаровчанин в космосе – это вам не слоников из маргарина лепить. Хабаровчанин в космосе – это ну как тебе такое, Владивосток? Это был субъективный взгляд на события этой недели от нашего обозревателя Олега Крючка. Прервемся на рекламу, и вот о чем поговорим после нее. Все свое вожу с собой. Скорая в поселке Ильбан прославилась на всю страну. Больные врачи вместе дышали бензином. Кого наказал Краевой Минздрав? У любого дома есть хозяин. Краевые власти намерены познакомить владельцев долгостроев с прокуратурой. Трубу перекрыли. В нефтепроводе АХ Комсомольск ничего не осталось. История утечек в расследовании программы. А у нас в районе – газ. Месторождение голубого топлива начнут разрабатывать в Хабаровском крае уже в этом году. Где находятся залежи и что скажут об этом люди. Летние лагеря этим летом работать будут, но ограничения останутся. Что можно, а что нельзя во время детского отдыха, во времена пандемии. Развивающая обратная связь. Хабаровских пенсионеров хотели научить правильно и долго жить. Но не тут-то было. Как оказалось, долголетие пожилых людей не очень волнует. Вы смотрите итоговую программу «Фабрика новостей». Мы собираем информационные детали вместе и смотрим, что из этого получится. Запись детей в первый класс началась на этой неделе. Вот честно говоря, этой даты журналисты всегда ждут. Потому что привыкли. Сюжет будет. Будут очереди возле школ, возмущенные родители и так далее. Ну что делать? Такая у нас профессиональная деформация. Но вот уже второй год все более-менее спокойно. Глобальных очередей 1 апреля в Хабаровске зафиксировано не было. По мнению специалистов, избежать ажиотажа помогают электронные сервисы. Подать заявление в школу по месту жительства можно через портал госуслуги. После этого с вами свяжутся и назначат время очной встречи. Ну, конечно, без новшеств не обошлось. Изменились правила зачисления. Появились льготники. Их зачисляют в первую очередь. Это дети из семей военнослужащих и полицейских. А также семьи, дети которых уже учатся в данной школе. Ну, например, учатся там старший брат или старшая сестра. Далее записывают всех по прописке. Из других районов начнут принимать только с 6 июля. И то, если в учебном заведении останутся свободные места. А вот у школьников села Мирное свои проблемы. Детям по пути на занятия приходится преодолевать огромные лужи. Дойти чистым мало кому удается. Ну, хорошо, если рядом окажется взрослый и поможет. Но так бывает не всегда. Через тернии к знаниям дети допираются уже не первый год. Тротуары возле школы не чистят от снега. В результате весной асфальт скрывается под водой. Жители Мирного просят администрацию поселения проложить по тротуару, ну, хотя бы деревянные настилы. Просьбы и в этом году остались неуслышанными. Кстати, летом ситуация почти не изменится. После любого дождя картина та же. Больница в поселке Ильбан на этой неделе снова была у всех на слуху. Напомню, не так давно она прославилась тем, что пациенты, которые там лечатся в стационаре, лекарства покупали за свой счет. Известна об этом стала после визита в больницу в Рио губернатора Михаила Дегтярева. Эту проблему вроде бы решили. Главного врача Ильбанской больницы с должности сняли. И тут новый виток славы, на этот раз уже всероссийской. В начале недели интернет-издание Мэши публиковало видео. Как выяснилось, местная скорая возит в салоне канистры с бензином. Ну вот, прям рядом с пациентами и врачами. Давайте посмотрим. Вот так вот мы ездим. Ильбанская скорая. Вот. Ездим с канистрами. Пахнет бензином? У вас пахнет бензином? Ну вот. Может нам доиграются? Зарьемся когда-нибудь? Пары, пары, конечно, конечно пары они идут. Так помимо того, что мы канистры берем, мы еще же его надо с канистры вытащить. Вот приезжают в гараж они, ставим эту канистру. И вот каждый по 10 литров наливает себе в канистру и заливаем машину. Ставим лейку и заливаем. Конечно, люди травятся. Что, собственно, произошло? По версии издания, конкурс на заправку скорых в ильбанской больнице выиграла компания ННК «Альянс». Та, что зелененькая. Ближайшая заправка этого поставщика находится в Амурске. От Ильбана до Амурска больше 30 километров. Вот и приходится водителям брать топливо с запасом и везти его прямо в салоне скорой. Надо сказать, что в краевом Минздраве на это отреагировали быстро. Уже на следующий день на официальный инстаграм страницы ведомства появилось сообщение о том, что факт действительно имел место быть. Но это единичный случай. К тому же водитель нарушил правила перевозки топлива. Он вез бензин в пластиковых канистрах. В сообщении также говорилось о том, что проблема с заправкой решена. Кроме того, автор поста поблагодарил пользователей за сигнал и попросил впредь отмечать в подобных сообщениях краевой Минздрав. Тогда реакция будет быстрее. Ну, конечно, мимо такой новости не смог пройти еще один наш обозреватель, автор проекта «Бульварные новости» Егор Козарес. Ну, вот какие мысли пришли ему в голову по поводу этого происшествия. Про бензин в салоне скорой помощи, мне кажется, не говорил в последнее время только ленивый. Ну, буквально все средства массовой информации начали разбираться, почему так произошло. Но я вот сейчас хочу не о причинах. Мне кажется, бригада скорой помощи подала прекрасную идею. Ведь иногда случайности вот такие вот, они рождают потрясающие идеи. А идеи у меня, конечно же, потрясающие, как мне кажется. В общем, что я предлагаю? Мне кажется, надо и полицейским перенять опыт. Вот смотрите, если в полицейскую машину сразу укомплектовать бензин, еду для сотрудников, плюс там комплекты для того, чтобы переодеваться, то, возможно, и не надо будет им заезжать в полицейские участки, там, пересменки будут быстрее. И тогда, возможно, они будут быстрее приезжать на вызовы. А, между прочим, это очень актуальная тема в последнее время. Ну, мне так кажется. Ну, и, в принципе, еще и закон о полиции туда положить, чтобы повторяли на всякий случай. Тоже важно. На этой неделе снова говорили об обманутых дольщиках. В правительстве края прошла очередная встреча с руководителями компаний, которые строят, ну, или уже не строят, так называемые проблемные дома. Напомню, что в Рио губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев еще в прошлом году заявил, что осенью этого года в регионе не останется ни одного обманутого дольщика. Вот одним из главных действующих лиц нынешней встречи был Александр Коломеец. Это проекты «Город», «Свой дом», «Гринвиль», «Трансстроймонтаж», «Жилстроймонтаж», «Девять проблемных домов». На заседании застройщик сообщил, что сроки сдачи снова переносятся, причем уже на следующий год. По итогам встречи Михаил Дегтярев поручил ужесточить контроль над проблемными объектами и дал задание краевым ведомствам подготовить и передать в прокуратуру документы сразу по трем застройщикам, которые регулярно переносят сроки сдачи дома. О господине Коломейце и о его коллегах, а главное о том, есть ли на них управа, я поговорил с главой Комитета государственного строительного надзора правительства Хабаровского края Олегом Сутуриным. Еще один тезис, который активно, что ли, появляется в публичном пространстве, он принадлежит в РИО губернатору Михаилу Дегтяреву, он говорит о том, что вот есть застройщик, условно-исполнительный директор вот такого проблемного дома, а есть хозяин такого проблемного дома. Вот нельзя ли расшифровать, собственно, в чем разница, кто есть кто? Ну, я понял, да, вопрос. Речь идет про конечных бенефицаров, то есть те, кто стоит, грубо говоря, за компанией застройщиком, это учредители, те, кто занимаются созданием данной группы застройщиков и, соответственно, от чьих решений зависит дальнейшая судьба и по финансированию строительства объекта, и, можно сказать, принимали решения по созданию вот тех самых проблем. Поскольку у нас есть группа компаний, которая, не решив проблему по одному объекту, начинает новую стройку, я не исключаю, что и денежные средства... Вы имеете в виду господина Коломица, я сразу уточню? Да, я имею в виду именно данного предпринимателя, который на сегодняшний день и в прокуратуре Хабаровского края держал ответ как раз-таки по всем тем недостроенным объектам, их на сегодняшний день 9, которые и в городе Хабаровске, и в Хабаровском муниципальном районе. Просрочка разное время составляет где-то год, где-то и больше. И, соответственно, создавая очередную компанию, где и он лично сам учредитель, где члены его семьи, приближенные, брали на себя обязательства, не выполняли. Далее идет следующий объект, и опять вот это по цепочке. Но он единственный или есть еще вот такие бенефицианты у нас по проблемным домам? Мы на очередном заседании рабочей группы под председательством Михаила Владимировича 30 марта она состоялась, рассматривали также ряд застройщиков, за которыми так или иначе стоит господин Мысляев. Это компания Блик, это компания Техносити, это компания застройщик ДВ и компания ИКАС. Вот смотрите, в отношении компании-застройщика процедура банкротства, ну сначала наблюдение, процедура банкротства, все это долга, суды и прочее. А вот таких бенефициантов, их вообще к ответственности возможно привлечь? Возможно. И на сегодняшний день. И Михаил Владимирович вопрос уже, можно сказать, напрямую поставил перед правоохранительными органами, представители которых также на рабочих группах присутствуют. Сегодня в прокуратуре края под руководством первого заместителя прокурора края Убинца мы проводили заседание, где как раз Коломеец отчитывался и докладывал о перспективах завершения строительства объектов. И в принципе, перед, я так понимаю, поднадзорными структурами, и это и УВД, и Следственный комитет, задача стоит не только изыскать возможность все-таки, чтобы застройщик завершил, но и рассмотреть вопрос об уголовном преследовании, в случае, если будут выявлены факты нецелевого расходования, присвоения, растраты. Сейчас прервемся на несколько минут. Вот какие детали будем собирать после рекламы. Трубу перекрыли. В нефтепроводе АХ Комсомольск ничего не осталось. История утечек в расследовании программы. А у нас в районе газ. Месторождение голубого топлива начнут разрабатывать в Хабаровском крае уже в этом году, где находятся залежи и что скажут об этом люди. Летние лагеря этим летом работать будут, но ограничения останутся. Что можно, а что нельзя во время детского отдыха, во времена пандемии. Развивающая обратная связь. Хабаровских пенсионеров хотели научить правильно и долго жить, но не тут-то было. Как оказалось, долголетие пожилых людей не очень волнует. Это программа «Фабрика новостей». Сегодня пятница, 2 апреля. Мы продолжаем. Коротко пройдемся по деталям, которые касаются, на мой взгляд, почти всех. С 1 апреля в России изменилось сразу несколько законов. Социальная пенсия в этом месяце будет проиндексирована. Она вырастет на 3,4%. Социальную пенсию получают те, у кого не хватает стажа для начисления страховой пенсии. Она также выплачивается инвалидам и по потере кормильца. После индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля. С 1 апреля сдавать экзамен по вождению придется исключительно в городе. Автодромы отменяются. Сотрудники ГИБДД заверяют, что инцидентов с действующими водителями быть не должно. До экзамена выберут свободную от машин трассу и парковку. Но вот уже появляются сообщения о том, что сдать экзамен не могут те, кто учился на автодроме ездить в «Змейка» и парковаться, а их сегодня и вчера выпустили в город. Правда, эти сообщения поступают из других регионов страны. С 1 апреля на смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры, ноутбуки и компьютеры должно быть предустановлено российское программное обеспечение. Без этого продавать технику теперь запрещено. Но вот в свое время законодательная инициатива вызвала большой резонанс, так как компания Apple поначалу отказалась выполнять эти требования, но в последний момент согласилась. Ну и, наконец, сводится маркировка на пиво и отдельные виды слабоалкогольных напитков. Пока в качестве эксперимента до 31 августа следующего года, тем не менее, продавцы уже прогнозируют рост цен. В трубопроводе АХА Комсомольск-на-Амуре ничего не осталось. Об этом на неделе отчиталась компания «Сахалин Морнефтегаз», которой труба, собственно, и принадлежит. Ну, честно говоря, это, конечно, легендарный трубопровод. Его длина – 615 километров. Построили его еще во второй половине прошлого века. По нему шел поток нефтепродуктов с комсомольского НПЗ компании «Роснефть». Труба износилась уже давно, и объект вывели из эксплуатации в прошлом году. Но пустым он стал не сразу. Трубу нужно было промыть, и на это ушло 8 месяцев. Следующий этап – демонтаж и рекультивация земли. Ну, последние годы трубопровод АХА Комсомольск славился тем, что его постоянно рвало. И компания-владелец с большой неохотой говорила об авариях в публичном пространстве. Порыв за порывом в обзоре Виталины Кондрахиной. Участок нефтепровода от Софийского в Ульском районе до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода построили в 1970-х годах. Много нефти с тех пор утекло. Первый случай, который мне удалось найти в официальных открытых документах, произошел в 2012 году. Подробностей мало. Известно, что обслуживающая нефтепровод компания «Роснефть Сахалинмурнефтегаз» выплатила тогда ущерб более 4,5 миллионов рублей. В публичное пространство попадает эпизод 2016 года. Чтобы легче было представить себе объемы, обычная железнодорожная цистерна вмещает 60 тонн нефти. Тогда на поверхность земли вытекает почти 40 тонн, а нефть покрывает площадь в 3 гектара. На следующий год, в 2017-м, происходит крупная утечка. 138 гектаров, по официальным данным, загрязнено. В основном, это площадь озера Голое и часть поймы. Следы нефти также обнаружены в протоке, которое соединяет озеро с Амуром. За это экологическое бедствие по требованию природоохранной прокуратуры компания «Роснефть Сахалинмурнефтегаз» выплачивает ущерб 25,5 миллионов рублей в счет администрации Комсомольского района. Деньги на счет поступили. Авария крупная, но в общественности обсуждалось как-то мало. Зато широкий общественный резонанс получила происшествие прошлого года. Летом нефть из трубы вытекает на землю, в ручьи, попадает в то же самое озеро Голое. При этом известно о происшествии становятся в основном благодаря активистам и журналистам. Что касается оценки загрязнения, с ней вышло как-то невнятно. Разные официальные источники давали разные данные. Минимум загрязненной называли площадь в полгектара, это нефтяники, и максимум 15 гектаров. То же самое с объемом вытекшей нефти, начиная от 9 тонн, от нефтяников и надзорные ведомства давали 120 тонн. При этом экологи и ликвидаторы, которым удалось попасть на место аварии, заявляли о том, что 120 можно смело умножать на 10. Есть материалы на сайте суда, однако там все цифры изъяты, поэтому сложно сказать точно, сколько нефти утекло. После этого случая, тем же летом, компания Роснефцахалинморнефтегаз открыто признает, что нефтепровод буквально разрушается от старости и прекращает его эксплуатацию. Однако в ноябре новая утечка, и в конце января уже этого года опять утечка. Что происходит? После того, как нефтепровод перестает эксплуатировать, там остается еще немного нефти, ее нужно вымыть. И вот эта вот нефтесодержащая жидкость, собственно, из вещей в трубе и вытекает на землю. По всем описанным случаям, Сахалинморнефтегаз наказана, как юридическое лицо. Серия штрафов суммы 100, 150 и 250 тысяч рублей штрафуют должностных лиц. По крупной июльской аварии Росприроднадзор сейчас подсчитывает ущерб. Снова речь идет о миллионах рублей. В финале добавлю, что аварии с утечками нефти, о которых я говорила, происходили на отрезке трубы буквально 100 километров. Это Комсомольский район. И рядом находится поселок Ягодное и село Верхнетамбовское. Большая же часть нефтепровода проходит по таким-то южным дебрям, куда даже нефтяники редко ступают. История с костылями получила продолжение. Напомню, на прошлой неделе широкий общественный резонанс вызвало видео, которое сняли железнодорожные обходчики. Они выдергивали и шпал, ну вот те самые костыли. Но вместо полноценного костыля в лучшем случае была половина крепежа. Уже после программы на выходных встречался с отцом, а он у меня всю жизнь преподает на кафедре строительства железных дорог. Вот его возмущению не было предела. В ход шли слова о строжайших правилах транспортной безопасности, об уголовном преследовании всех и вся, начиная от обходчика, заканчивая начальником перегона. В общем, наука была в шоке и отказывалась верить, что такое возможно. Так вот, пап, оказывается, возможно. На этой неделе издание «Хабаровский край сегодня» опубликовало комментарии руководства ДВЖД по этому поводу. Напомню, что автор ролика говорит о том, что якобы новых костылей они не видели уже давно. Вот что говорит в ответ начальство. Цитирую. Конец цитаты. Ну вот мы сейчас не будем включать звук этого видео, но чтобы не повторяться, можете сами найти его в сети. На мой субъективный взгляд, этот ролик совсем не похож на служебное видео. Конечно, я могу ошибаться. Кроме того, в руководстве ДВЖД добавили, что проблема с костылями была устранена в течение суток. И на перегоне снова установлена скорость движения составов в 60 км в час. Более того, в Комсомольск-на-Амуре в полном объеме завезли железнодорожные костыли. Их дефицита в городе нет. В летнюю путевую кампанию 2022-2023 годов на перегоне проведут капитальный ремонт. Ну а сейчас деталь, которая уже меня поразила. В Хабаровском крае будут добывать газ. Месторождение расположено в Верхнебуринском районе. Инвестор уже готов приступить к освоению. Первый кубометр газа должны добыть до конца года. Помимо добычи, в Верхнебуринском районе планируется построить несколько мини-заводов по сжижению голубого топлива. Объем разведанных запасов 1,5 млрд кубометров. Сжиженный газ по железной дороге будут отправлять покупателям. Завершить проект, то есть построить все, что можно и выйти на проектную мощность планируется в 2026 году. Занимается разработкой месторождения компания «Дальгазресурс». Ее учредители находятся в Саратове. Совмое месторождение было куплено в 2016 году почти за 20 млн. рублей. Скажу честно, когда я увидел эту новость, ну вот практически не поверил. Хабаровский край и газовые месторождения, пусть даже и совсем маленькие, согласно классификации. За подтверждением обратился к главе Верхнебуринского района Алексею Маслову. Он у нас на связи. Алексей Михайлович, добрый вечер. Рад, что вы к нам присоединились. Прежде всего, действительно проект, по сути, уже начали реализовать? Да, мы надеемся, что в этом году проект будет запущен. Первый кубометр газа, может быть, мы не дадим, потому как для того, чтобы газ уже был как продукт. Газ, его еще нужно сжижать. Поэтому в этом году, в ноябре, мы все-таки планируем получить факел. То есть мы планируем, и мы, соответственно, компания Дальгазресурс, которая сегодня является собственником этой скважины. То есть 3 километра скважина, соответственно, до ноября будем, в ноябре получаем газ. Как только мы его получаем, соответственно, сразу вокруг этой скважины строится небольшой завод по сжижению газа. И порядка от 1,5 до 2 тонн, это его производственные показатели, в час эта скважина будет добывать именно уже сжиженного газа. То есть газа для его сжижения порядка 2 тонн. После того, как начнется производство жижного газа, начнется дальше двигаться, согласно той презентации, которая у вас есть, приращиваться эти скважины до 10, согласно утвержденного проекта. Ну, утвержденной концепции, так скажем, развития газового отрасли на территории Верхнебуринского района. Да, вот вы упомянули концепцию. Спасибо, Даша, что прислали, и можно было разобраться и понять вообще, что там планируется, что будет построено. Вот согласно этому документу, газ, там сказано, планируется поставлять покупателям за пределами края. А прорабатывается вариант внутреннего потребления, ну, не знаю, там, для бытовых нужд, для котельных и так далее. Есть какие-то проекты, может быть, размышления по этому поводу? Я думаю, как только появятся предложения, появится и спрос. Сегодня достаточно много есть вариантов использования газа на территории Верхнебуринского района, ну, и, так скажем, в ближайших территориях. Это и газомоторное топливо, это и переход небольших котельных на новый чистый вид топлива. Это, соответственно, и перспектива развития именно локомотивного движения на этом топливе, потому что уже такие опыты в Российской Федерации есть, когда локомотив работает не на дизельном топливе, а работает именно на жиженом газе, причем показывает достаточно высокий экономический эффект. В общем, ряд возможностей появится, когда будем понимать, сколько этого газа будет, когда будем понимать, сколько этот газ стоит. Ну, и, в общем, все те вопросы, которые сегодня есть, как только на них будут получены ответы, я думаю, что предложений, спроса будет достаточно много. Да, Алексей Михайлович, прошу прощения, чуть было не попрощался, но и действительно, вот на этом разговор можно было бы и закончить, если бы не одно событие, которое произошло у нас в Хабаровском крае, вот буквально совсем недавно. В Яномайском районе на местном референдуме жители высказались против строительства газохимического комбината. Не думали о том, что и в вашем районе люди могут не согласиться с проектом? Во-первых, газохимия и добыча газа – это немножко разные вещи. Во-вторых, когда мы говорим о каком-то производстве, либо о какой-то переработке, нужно понимать, что это даст жительно, в первую очередь. Ну, в нашем случае, я не готов рассуждать по поводу Аяномайского референдума. Я думаю, что те налоги, и это голубое топливо, которое мы будем иметь, а налогов ни много ни мало, там порядка полтора миллиарда краевой бюджет и порядка 240 миллионов бюджетов Небуринского района, конечно, для нас это рисуемая сумма. И само производство будет находиться порядка 15 километров от ближайшего поселка, это поселок Новый Ургал, будет работать не более 55 человек. Поэтому я считаю, что когда на весы мы ложим налоги, чистое топливо и какие-то экологические вопросы, хотя там все экологические нормы, конечно, соблюдены. А Аяномайском проекте, я думаю, что тоже там достаточно интересно было с точки зрения экологии проект. Поэтому я думаю, что таких вопросов у жителей Верхнебуринского района, если будут, то их будет минимум. Да, Алексей Михайлович, спасибо за комментарии. У нас на связи был глава Верхнебуринского района Алексей Маслов. Сделаем небольшую паузу и продолжим после рекламы. Вот какие детали будем собирать в заключительной части выпуска. Летние лагеря этим летом работать будут, но ограничения останутся. Что можно, а что нельзя во время детского отдыха, во времена пандемии. Развивающая обратная связь. Хабаровских пенсионеров хотели научить правильно и долго жить, но не тут-то было. Как оказалось, долголетие пожилых людей не очень волнует. Это итоговая программа «Фабрика новостей». Детали жизни за неделю собраны вместе, ну и попытка понять, что из этого получилось. На этой неделе стало понятно, каким будет детский отдых этим летом. Я говорю о загородных лагерях. В прошлом году из-за локдауна и пандемии коронавируса первую смену отменили сразу. Долго ходили разговоры о том, что, скорее всего, может быть, вторая смена все-таки начнется. В итоге толком не началась даже третья. В этом году отдых будет. По крайней мере, у нас в крае к этому готовятся. В среду даже прошел тематический семинар. Что уже известно. Лагеря откроются в срок. Персоналу разрешат уезжать домой на выходные. Однако в этом случае нужно будет пройти экспресс-тест на ковид. На детей это правило не распространяется. То есть справку перед заездом в лагерь не потребуют. Заполняемость детских лагерей увеличат с 50 до 75 процентов. Но ближе к сезону цифры могут измениться. Пока санитарные врачи не знают, разрешают родителям навещать детей во время отдыха или нет. Сколько лагерей будет работать в этом сезоне, пока тоже не ясно. Не исключено, что после провального отдыха в прошлом году часть из них могут не открыться. Ну вот теперь обратимся к противоположному возрасту, к пожилым людям. На этой неделе вместе собрались представители Министерства социальной защиты и пенсионеры. Первые хотели рассказать людям в возрасте о том, как продлить активный срок жизни. Ну то есть поговорить о правильной и долгой жизни. Можно сказать, что затея провалилась. О долголетии пенсионеры говорить не захотели. Вместо этого дали министерским работникам развивающую обратную связь. С подробностями Ирина Забродина. О первых достижениях региональной программы увеличения активного долголетия пенсионерам рассказывают представители социальной защиты. Масштабный проект рассчитан на 4 года. Цель – увеличить период здоровой и активной жизни старшего поколения. Министерство социальной защиты делает все, что требуется. Было приобретено 12 автомобилей, которые направлены на то, чтобы доставлять граждан старше 65 лет из отдаленных населенных пунктов в районные больницы для прохождения диспансеризации. Сейчас в штате учреждения уже 21 ставка сиделки и планируется расширение. После доклада чиновники хотели получить обратную связь о своей работе. Но отвечать вдруг пришлось за все ведомства сразу. Возобновите работу заводов. Никто отсюда не будет уезжать. И будет наш край как раньше цвел, так все ведет. Какие-то производства закрываются, какие-то открываются. И максимально те градообразующие предприятия, они у нас все работают. И будут работать. И за этим правительство края однозначно смотрит. Без холодной воды, без отопления, без всего. Вы, пожалуйста, эти вопросы предъявите, когда будет на этом месте от министерства ЖКК. Все попытки организаторов встречи перевести диалог в свое русло потерпели фиаско. Открытый канал связи пенсионеры использовали на все сто. Просим депутата энное количество лет. Откройте нам процедурный кабинет. Открыли, сам бери. Почему сам бери терапевту сто квадратных метров не выберите? Такая же история. Терапевтов не хватает. Терапевты работают на износ. Успе специалистов тоже не хватает. Вот в частности, допустим, окулиста нет. Уже давно. Поликлиника на крайний случай. Лучшее лекарство, здоровый образ жизни и активное движение. Уверена участница собрания Татьяна Карачунская. Но публично не высказывается. В свои 83 года пенсионерка занимается едва ли не во всех кружках социального центра. Имеет спортивные достижения. Недавно в соревнованиях заработала фитнес-браслет. Теперь следит, чтобы в день было не меньше трех тысяч шагов. Нечего лишний раз по больницам ходить. Что там забыли? В основном надо заниматься с собой. И ходить, и танцевать, петь. Ну и все, чтобы набирать позитива из всего. Пенсионерка Галина Кудрявцева тоже за движение. Сама ведет группу здоровья для пожилых. Те ходят, кто постоянно и регулярно. Они почувствовали значительное улучшение в своем самочувствии, в своем состоянии. Они меньше страдают от различных заболеваний. Представители соцзащиты собранием остались довольны. Вопросов по теме к ним не возникло. Кружки работают, пенсионеры активные. Пожелание по делу от пожилых одно. Наладить в зале для собраний вентиляцию. Ирина Забродина, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния». Ну и последняя деталь на сегодня. В соседнем Приморье прошла операция по возвращению в дикую природу двух краснокнижных японских журавлей. Это самые редкие из шести видов журавлей, которые встречаются в бассейне Амура. Одного птенца принесли в центр реабилитации тигр. Летом прошлого года, это уже в Хабаровском крае, еще один журавль поселился там в феврале. Ну вот, кстати сказать, центр специализируется на помощи хищным животным. Птиц здесь выхаживали впервые. Для них установили отдельный вольер. Перед тем, как выпустить на волю, на лапах, закрепили кольца и GPS-передатчики. Специалисты надеются, что жизнь птиц в дикой природе сложится удачно. Я думаю, не исключено, что уже этим летом, когда хабаровщане поедут в Приморье, где-нибудь по пути они встретят тех самых краснокнижных журавлей. У меня на этом все. Вы смотрели итоговую программу «Фабрика новостей». Пусть в вашей жизни будет больше деталей. Ну и, конечно, всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!